Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о соболе. Что мы знаем о нем. Одни знают что это такой зверек, другие скажут что это птица, третьи скажут что это газель. Многие задумаются и решат что это связано что-то с политикой. На других континентах вообще никто не знает кто это и кроме того что это шуба в голове представляется полная дичь. И только жители от Урала до Тихоокеанского побережья с детства не понаслышке знают что это за зверек. И чтобы расширить ареал знающих о соболе в разы и не дай бог не уменьшить ареал последнего давайте сегодня о нем поговорим. Поехали. Соболь ловкий и сильный зверек, представитель семейства куньих. Этот зверь водится в России, Казахстане, Китае, Монголии, Японии и Северной Корее. Населяет хвойные сибирские леса и европейский северо-восток. К западу пересекают Уральские горы. Область распространения находится в горах Алтая и западных Саян. Хищник водится на Сахалине. В Монголии он распространен на северо-западе страны. Вокруг озера Хупсугул. В Забайкалье, где самый суровый резкоконтинентальный климат. В Восточном Казахстане он населяет бассейны рек Уба и Бухт Арма. В Китае есть на севере в горах Южного Алтая. На северо-востоке страны в провинции Хэлунзань. А также на плоскогориях Чанбайшань. Наш представитель семейства куньих любит селиться в кедровых лесах. На горных склонах, там где есть кедровый стланец. Именно здесь много грызунов, которые привлекают обилие пищи кедровых орешков. Пушистый красавец может жить в горной и равнинной тайге, где предпочитают буреломы, завалы валежника. Животное обитает, но встречается гораздо реже в мелколиственных лесах по просекам и гарям болотистым местам. На Камчатском полуострове селится в рощах каменной березы в ольховом и кедровом склоннике. В горах способен подниматься до уровня субальпийских лесов. Ведет оседлый одиночный образ жизни на выбранном участке. В случае опасности может переходить на другие территории. Ближайший родственник Соболя, а это род куниц, лесная и каменная куницы и красавица Харза. Есть, конечно, еще в роду родственница из Америки, американская куница и родственничек из Японии, японский соболек. Но о них в следующий раз. А сегодня у нас соболь. Тело у соболя вытянутое, стройное и гибкое. В длину эти хищники вырастают до 40-60 см и весят около 2 кг. Самцы соболей обычно крупнее самок. Сильный пушистый хвост составляет треть длины тела животного. Голова симпатяги имеет клиновидную форму и визуально выглядит большой. Мордочка у зверька заостренная. Ушки треугольной формы крупные, с широким основанием. Шея длинная и тонкая. Лапы у соболя по форме широкие, но сравнительно короткие. Поэтому и спина животного имеет характерную выгнутость. Окрас соболя изменчив и зависит от сезона, а также от региона обитания. Линька у зверей заканчивается в середине октября, соболи меняют шкурку на зимнюю. А вообще ученые выделили около 17 разновидностей соболей, у которых не просто разный цвет, но и разные размеры. Баргузинский вид встречается на восточных берегах Байкала. У соболя-баргузина насыщен черный окрас шкуры, мягкий шелковистый мех. Следом за ним по характерному темному окрасу идет якутский и камчатский. Подвиды, распространенные в другой местности, отличаются более светлыми оттенками шерсти. К примеру, сахалинский, енисейский и саянский имеют более грубый и короткий мех. В природе, говорят, существует и белый соболь. Живет зверек в непроходимой тайге. Но это скорее исключение из правил. Или альбинос. А может кто-то его путает с горностаем. Но не покажешь, не докажешь, не видел. А кто видел, пишите комментарии. И какого цвета не был бы соболь, все его братья и он являются хищниками. Пища соболя разнообразна. Кроме мелких млекопитающих и птиц, которые составляют основную часть его кормового рациона. Соболь в большом количестве поедает и растительные корма, ягоды, кедровые орехи и рябину. Небольшой, но сильный хищник соболь, в отличие от ближайшего вида лесной куницы, ведет почти исключительно наземный образ жизни. И на деревья залезает лишь изредка. Поэтому и пищу себе он добывает на земле. Мелких мышевидных брундуков, кротов, пищух он ловит, скрадывая и подкарауливая, как наши кошечки. В то время, когда земля покрыта снегом, соболь, учуяв мышь или полевку, ныряет в снег с такой быстротой, что добыча редко уходит от него. Более крупных животных, например зайцев, соболь упорно и осторожно скрадывает или подкарауливает на тропе. Двумя-тремя быстрыми прыжками он настигает жертву и быстро убивает ее. Если нападение неудачное, то соболь редко преследует беляка. Зимой, когда еду добыть не просто, эти хищники питаются падалью. Если зверек с ценным мехом проживает возле крупной реки, летом он обычно ждет нереста рыб. Эти хищные млекопитающие ловить рыбу не умеют, однако от выброшенной на берег добычи не откажутся. Невероятно вкусное лакомство для всех соболей – это мед. Когда животное находит пчелиное дупло, со временем обязательно опустошит его и съест не только мед, но и самих пчел. Выясняем, что по деревьям лазают хорошо. Не в совершенстве, как куница, но могут прыгать с одного на другое близко расположенное дерево. Также соболи не являются прекрасными пловцами, а потому воды стараются избегать. Зато у этих животных отлично развиты слух и обоняние. Добычу они учуют даже под толстым слоем снега. Зрение у соболей слабое, а голос напоминает котячий. И с выносливостью у соболя все в порядке. В поисках пищи за день соболь пробегает около 3-4 километров. Зимой это расстояние может увеличиваться до 10. В неурожайные годы даже летом соболи вынуждены пробегать от 10 до 20 километров, чтобы найти подходящий корм. Соболи метят свою территорию, в пределах которой ведут охоту в течение длительного периода времени. Если еды на выбранном участке достаточно, хищники находят себе убежище и обустраивают несколько временных нор. В постоянных жилищах они переживают зиму и растят потомство. Самостоятельно соболи убежище не роют, а находят подходящие норы и селятся там. Убежище хищники устраивают в расщелинах скал и дуплах, поваленных старых деревьев. Используют пустоты под корнями. Внутри свое жилище соболи выстилают сухими листьями или травой. Туалет обустраивают отдельно от основной гнездовой камеры, но достаточно близко к норе. О сокрытии собственного жилища от посторонних глаз эти животные не слишком заботятся. Часто их расположение выдает огромное количество отпечатков лап. Индивидуальный участок соболя может занимать территорию от 150 до 2000 гектаров. Помимо сезона размножения эти хищные млекопитающие соболи ведут одиночный образ жизни. В зимнюю пору зверьки передвигаются под снегом. На поверхность могут не выходить неделями. В толще снега соболи прокладывают длинные тоннели. Специально роют подходы к своим убежищам. Благодаря широким лапам они легко ходят и по рыхлому снегу. А если за зверьком охотится другой хищник, спасая свою шкурку соболь будет специально убегать труднопроходимыми тропами. У хищника есть два основных пищевых конкурента. Это горностай и колонок. Именно с ними соболю приходится делить мышевидных грызунов. Если в процессе охоты зверек встречается с одним из конкурентов, он может даже оставить подстерегаемую добычу, чтобы разобраться с нежелательным соседом. И с ними у соболя разговор короткий. А вот с кем не может договориться наш соболек, так это с медведем, волком, лисой, рысью, песцом, росомахой, тигром и с его родственницей Хорзой. «Почему?» — спросите вы. Ответ на поверхности. Ростом не вышел. Это его прямые, что не на есть враги. Из пернатых на мелких молодых зверьков нападают также орлан-белохвост, беркут-ворон, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепилятник, борода и неясыть, ястребиная сова. Как всегда в основной группе риска среди соболей молодые особи и старые животные, которые потеряли былую скорость передвижения. Они могут стать жертвами практически любого крупнее них по размерам хищника. Ну а кто уцелел и подрос, вперед размножаться. Ложный гон у соболей начинается в феврале-марте, однако спаривание происходит в июне-июле. Во время этого периода соболь очень темпераментный зверек. И если сразу несколько самцов претендует на одну самку, происходят жестокие драки. В результате соболь-победитель удаляется самкой подальше от соперников. Да и с самочкой драки тоже частенько бывают. Но это уже их дела. Да и не до этого. Самочке нужно подготовить гнездо. Гнездовые убежища для рождения малышей самки соболей обустраивают в каменных россыпях, в дуплах низких стоящих оповальных деревьев, под корнями кустарников, иногда в земляных норах. Внутри будущая мама выстилает гнездо мягкой травой, мхом или сеном, шерстью съеденных грызунов. Беременность самых отличается длительной фазой развития и длится примерно до 10 месяцев. В помете рождается от 1 до 7 щенков. Или котят, или соболят. Кому как удобнее. Обычно 3-4. Малыши рождаются слепыми, весят около 30 грамм. При длине тела до 12 см. Глаза у маленьких соболят открываются на 30-35 день, ушки немножко раньше. Примерно до 2 месяцев мать кормит соболят грудным молоком. А уже в двухмесячном возрасте детеныши начинают пробовать взрослую пищу. Малыши растут быстро. Подросших соболят мама часто водит с собой. Чтобы приучить добывать еду самостоятельно, мама может поймать полевку или мышь, слегка придушить ее и отдать на радость детворе для охоты. Самка смело защищает своих малышей в случае опасности и может нападать даже на собаку, которая оказалась близко гнездовому убежищу. В случае, если помет был потревожен, заботливая мама перенесет детенышей в другое гнездо. В конце лета, когда у самки начинается следующий гон, выводок распадается, и каждый соболек начинает вести самостоятельную жизнь. И в условиях дикой природы соболи в среднем живут до 15 лет. Если, конечно, повезет. Ведь, как всегда, его жизнь непосредственно почему-то связана с человеком. В какой бы глухой тайге не обитал наш красавец. Еще в 19 веке соболи обитали на территории Тихого океана до Скандинавии. Однако сегодня в Европе эти зверьки не встречаются. Из-за интенсивного промысла в 20 веке численность и ареал распространения соболей значительно сократился. Густой, шелковистый и красивый мех соболя ценится очень высоко. Иногда его называют мягким золотом. Из соболиных шкурок шьют роскошные шубы и шапки. Всего 200 лет тому назад промысел соболей составлял около 200 тысяч особей в год. В результате хищнического истребления зверек с ценным мехом оказался на грани вымирания. В попытке сохранить численность этих животных в дикой природе были приняты специальные охранные меры. На время охоту на соболей полностью запретили. Хищников начали разводить в заповедниках и расселять на исконные территории. В результате подобных мер удалось немного восстановить популяцию. В наши дни охота на соболей разрешена только по лицензиям. Также этих зверьков с ценным мехом разводят на зверофермах. Ведь мех соболя один из самых дорогих в мире. Но некоторые люди не настолько ужасны в своей алчности и заводят их как домашних питомцев. Соболи легко приручаются и быстро привыкают к людям. Однако абсолютно ручными становятся только те зверьки, которые выращены человеком практически со слепого возраста или воспитаны ручной самочкой. Эти красивые животные ведут себя очень активно и в переходной период и во время гона, а это довольно-таки продолжительный по сути период и могут проявлять агрессию. И более-менее спокойные только зимой. Да и по сути его дом все-таки не жилище человека, а бескрайние просторы Восточной Евразии, где нужно не развлекать своего двуногого хозяина, а чинить страшные разборки с горностаем и колонком. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля. С вами был Игорь Негода.